Дом дружбы народов Ставрополь, телепередача в кругу друзей в Перми, Мисс Ассамблея народов России в Ярославле. В рамках международной конференции гости столицы региона представили лучшие проекты, направленные на развитие межнациональных отношений. О том, как живут и взаимодействуют разные народы на Урале, Юге и в Средней полосе России, узнала Любовь Пермякова. Хотел бы отметить, рассказать о двух проектах, которые в прошлый год вызвали достаточно большой интерес. Это проект телепередач в кругу друзей, и 12 этих передач было показано на четырех каналах, на ВГТРК Пермь, Россия 1, Россия 2 и Культура. И сейчас телекомпания, отметив для себя, что эти программы вызывают интерес у зрителей, они повторяют их уже в бесплатном для муниципалитета режиме. По данным Всероссийской переписи, в Перми проживает около 115 национальностей. Большинство пермяков русские. Кроме армян, к числу наиболее многочисленных также можно отнести сообщества татар, башкир и украинцев. Есть среди горожан арабы, британцы, греки, латыши, финны, чехи, якуты, турки, болгары и испанцы. По данным последней переписи, к постоянному населению города Перми отнесли себя почти 250 китайцев. Телепередача «В кругу друзей» как раз и знакомит жителей Перми и Пермского края с культурой разных народов. Наш город большой, наш город многонациональный. И мы продолжаем наше знакомство с традициями народов, которые населяют наш большой город. И я хочу представить, а сегодня наша программа посвящена армянской культуре, наших гостей. Анаит Араратовна Арутюнян и музыкант Гор Сиваян. Кроме телепередачи, в 2015 году был выпущен цикл научно-популярных иллюстрированных изданий об истории и культуре народов города. В частности, становятся добрыми традициями проведения праздников. Навруз, Международный день дружбы, Фестиваль национальных культур, Городской фестиваль культуры и народов Прикамья, Все народы в гости к нам, Фестиваль татарской культуры, Пермь, Талантлары, Национальный праздник Сабантуй и другие мероприятия. Как показывает исследование, по состоянию на 31 декабря 2015 года доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Перми, составила более 88%. В Ярославле для укрепления взаимопонимания и дружбы тоже проводят различные мероприятия. Борьба, если и происходит, то только в конкурсе красоты. Мисс Ассамблея народов России. Самый красивый проект за круглым столом представил заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов. Вячеслав Игоревич отметил, что органы власти тесно взаимодействуют с общественными организациями. В феврале 2014 года было заключено соглашение о сотрудничестве между мэрией и Ассамблеей народов России. Это редкий пример, кстати говоря, подписания официального документа между общественной организацией и органами власти, где мы подробно спланировали на длительную перспективу нашу совместную работу. В июне 2014 года в структуре мэрии появилась должность советник мэра по вопросам межнационального сотрудничества на общественных началах. В начале 2016 года в Ярославле и во всех муниципальных образованиях области был утвержден план по гармонизации межнациональных отношений, отметил заместитель мэра. И если в Ярославле строят планы на будущее, то в Ставрополе построили целый дом дружбы народов, где под одной крышей теперь живут представители более 10 национальностей. До 2014 года у нас каждое национально-культурное объединение имело бесплатно одни 200 квадратных метров помещения, другие арендовали, третьи за свои деньги где-то у кого-то размещались. Мы решили эту проблему, предоставим всем равные условия. Мы дали 15 больших кабинетов. Мы им предоставили такие помещения, предоставили возможность пользоваться залом на 300 мест для проведения своих мероприятий. Все предложения, решения и инициативы, которые возникли у участников конференции, легли в основу итоговой резолюции. Документ будет направлен в города члены ассамблеи, а также профильные комитеты Совета Федерации и Государственной Думы, межгородские объединения и ассоциации.